Здарова! В этом выпуске я хочу поделиться с вами своей новой игрушкой. Пистолетом по схеме картофельной пушки со сменными стволами калибров 6 и 4,5 мм соответственно, для стрельбы всякой дрянью в виде жёвлой туалетной бумаги, пластилина и дротиков из ручных палочек, либо стальными шариками ББ и пулями для пневматики. Этот собранный из хлама за ночь девайс имеет систему быстрого заряжения пули и спокойно прошивает на вылет 20 тетрадных листов. Итак, сначала краткий обзор, а затем я расскажу, как я её сделал, а видео с испытаниями вы можете посмотреть по ссылке в описании или в конце этого видео. Данная пушка сделана по абсолютно новой схеме и однозначно круче любых аналогов, которые вы можете найти на ютубе. Итак, что имеем? Лазерный целеуказатель, бак с топливом на борту, отдельная кнопка включения лазера, а над ней курок, кнопка пьезоэлемента. А вот так топливо подаётся напрямую в камеру сгорания. Ствол расположен по довольно хитрой схеме, он частично находится внутри камеры сгорания, что делает перезарядку очень удобной и быстрой. А шарик удерживается внутри магнитом. Сейчас я подам немного к топливу в камеру. Лазер включается средним пальцем, а курок жмётся указательным. Бабах! Что сейчас было, почему она стреляет? Картофельная пушка штуковина нехитрая, и начать знакомство с ней можно даже с такой маленькой пукалки. В камере сгорания находится смесь горючего газа с кислородом воздуха, которая поджигается искрой, прямо как в цилиндре двигателя вашего автомобиля. Смесь сгорает с огромной скоростью, нагревается, расширяется и создаёт внутри камеры сгорания нехилое такое давление, которое выталкивает пулю из ствола. Вернёмся к моей малышке, которую я назвал BSG-1, что расшифровывается как Barbie Size Gun. Немного характеристик. Объём камеры сгорания около 100 мл. Длина ствола 250 мм. Калибр 4,5 или 6. Начальная скорость пули до 60 метров в секунду и, соответственно, дульная энергия для шариков ВВ, жалкие 0,6 джоуля. Но этого вполне достаточно, чтобы пробить 20 тетрадных листов на вылет. Для сборки бомж комплектации пушки вам понадобятся банка из-под эскорбинок, ствол, холодная сварка, пьезоэлементы от зажигалки и какая-нибудь доска для рукоятки. Пьезоэлемент можно нафармить из кнопочной зажигалки, просто разобрав её на части. А поиски ствола завели меня в магазин для животных, где я купил вот такую вот замечательную мышку на палочке. Разобрав её и отрезав всё лишнее, я отдал мышку коту. Вот ленивая жопа-то, а! Отрезаю ствол около 20 см. Кстати, можно и больше, ибо в случае с мини-пушкой длина вашего ствола имеет значение. Внешний диаметр составляет 8,5 мм, поэтому сверлю в донышке банки отверстие сверлом на 8 мм, чтобы был натяг и супергерметичность. Засовываю ствол так, чтобы казённая часть была внутри камеры сгорания в паре сантиметров от крышки, и отмечаю это положение маркером. Чтобы ствол нормально приклеивался, я зашкурю наждачкой его и донышко банки. Клеить я буду на холодную сварку, стоит она в хозяйственном магазине порядка 30 рублей. В инструкции же было написано размазывать мокрыми пальцами. Как будто шоколадку в заднем кармане штанов нашёл. Но пальцы я намочил и придал креплению божеский вид, а остатки этой вонючей шоколадки я стёр туалетной бумагой. На куске доски отмечаю рукоятку такого размера, как мне хочется, и отпиливаю. Далее снимаю фаску и отрезаю всё лишнее ножом, и довожу напильником до совершенства. В торце рукоятки разумно сделать радиусное углубление для крепления камеры сгорания. Я немного попилил его лобзиком и напильником, вроде вышло что-то похожее. Смотрим максимальный размер сечения пьезоэлемента по его диагонали. Выбираем нужное сверло. Пьезик должен торчать из рукоятки, поэтому ограничиваем глубину сверления изолентой. Оставшуюся древесину аккуратно выламываем ножом. В заднюю часть полученного паза втыкаю скрепку. Уже можно проверить искру. Контакт блестящей металлической задницы пьезоэлемента со скрепкой улучшаю кусочком фольги. Пьезик я буду заливать горячим клеем, поэтому все его подвизные части я защищаю скотчем. Собственно, заливаю все щели горячим клеем. Металлическую часть пьезика нагревать не советую, так как она попросту отвалится. Отрезаю лишнее от скрепки и снимаю изоляцию с кончика провода. На камере сгорания отмечаю места под полученные электроды и прокалываю отверстия. Дальше снова будет горячий клей, поэтому места под скрепку сошкуриваем. Проверяем искру. Все работает. Зажигалку я соберу обратно, но теперь она способна просто выпускать газ при нажатии. Сейчас у меня в руках самая минимальная комплектация пушки. Так, давайте проверим работоспособность. Заправлю немного газа. Кстати, газа должно быть строго определенное количество. При недоливе или переливе пушка стрелять не будет. После каждого выстрела продувайте камеру от продуктов сгорания. Чтобы крышку не сорвало и она не била вас по лбу, как в одной непристойном анекдоте, ее край нужно стянуть ПВХ-хомутом. И все это дело закрепить клеем. Бортики внутри крышки я срежу, ибо через них пушка будет травить во время выстрела. Но лучшим вариантом является герметизация прокластки из велокамеры. Ее нужно вырезать и просто приклеить. Решил сделать мушку и целик. Мушку просто согнул из канцелярской скрепки и приклеил скотчем к стволу. А целик сделал из двух трещоток хмутов и приклеил скотчем к камере сгорания. Камеру решил понадежнее закрепить на рукоятке, так как при выстреле она греется, и если стрелять очередями, то она попросту отклеится. Просверлил два отверстия и притянул камеру хомутами. Чтобы подавать газ из зажигалки напрямую в камеру сгорания, нам понадобится катетер-бабочка. Иглу катетера слегка сгибаю и втыкаю в камеру. Фиксирую все клеем. Свободный конец трубки надеваю на выходную форсунку зажигалки и зажигалку приклеиваю к рукоятке. Еще я хочу лазерный прицел, как у Хитмана. Лазерную каску из фикс-прайса разбираем и делаем пропил с противоположной стороны от кнопки. Я хочу добраться до контакта кнопки и вывести их проводами прямо на рукоятку. Немного вандализма и я уже могу дотянуться до контактов. Вот они родимые, замыкаются. Припаиваю к ним провода и щедро заливаю все клеем. Так, все супер, работает. Временно креплю лазер на стволе хомутами и настраиваю его так, чтобы видеть его точку при взгляде через ствол. А затем заливаю его клеем. Кнопкой включения лазера будет вот такая советская кнопочка. Хотя намного лучше было бы взять СМД кнопочку, но они, к сожалению, еще не переехали из Китая. Высверливаю в рукоятке отверстие под кнопку, провожу провод и припаиваю его к кнопке. Так, отлично, все работает как надо. Кнопку вставляю на свое место и заливаю щели клеем. Насчет второго ствола. Это палочка от воздушных шариков или сладкой ваты. И она просто идеально вставляется в уже имеющийся ствол. Чтобы стальной шарик не выкатывался, я раскурочил старый дисковод в поисках неодимовых магнитиков, которые обитают около лазера. Приклеиваю их изолентой к большому стволу около самого края, а затем усиливаю все термоусадкой. На конце трубочки делаю расширение, чтобы она не проваливалась в большую трубку при выстреле. Вот так все выглядит изнутри. В завершение приклеиваю магнитик, который будет выполнять функцию обоймы для шариков и дротиков. А, точно, дротики! Для их крафта вам понадобятся ушные палочки, гвозди и дерзкий суперклей. Отрезаем палочку, отрезаем гвоздь, намазываем клей и вставляем палочку в гвоздь. Все! Постреляю-ка я пластилином. Кстати, сейчас я разрабатываю математическую модель для картофельных пушек с целью облегчения их проектирования и определения оптимальных параметров, размеров и максимальной скорости снаряда на срезе ствола. Скачать модель можно будет на моем официальном сайте, когда я наконец найду время на его оформление. Эта маленькая пушка была пробой пера, в дальнейшем я планирую сделать мини-пушку точно такого же калибра, но на гремучем газе, что удвоит ее мощность, и с полуавтоматической перезарядкой. Тем самым еще на шаг приблизившись к своей мечте идиота, созданию картофельной пушки с автоматической системой перезарядки. Как я уже пытался сделать летом 2014 года, кстати, любителям пушек советую ознакомиться с этим интересным проектом, вот видео. Чтобы не пропустить новые пушки, подписывайтесь на мой канал и заходите в группу вконтакте и на мои остальные сайты по самоделкам, ссылки есть в описании под видео. А, и не забудьте посмотреть видео с испытаниями BSG-1, кликнув сюда или по ссылке в описании. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok